Глава 19. Достижение профессиональных целей. Чувства и способности. Наши мысли определяют степень, до которой мы проявляем наши таланты и способности. И они устанавливают качество и количество наших успехов и неудач. Но что определяет и влияет на направление наших мыслей? Как мы видели, именно наши чувства определяют и являются источником того способа мышления, который приведет нас к успеху или провалу в любом действии. Чувства – ключ к росту или сокращению наших талантов, способностей и действий. Обычно мы хорошо осведомлены и хорошо обучены в вопросах, имеющих отношение к внешнему миру. При этом мы иногда плохо осведомлены и не обучены управлению своим внутренним миром, миром чувств. Поскольку чувства определяют мысли, а мысли, которые содержатся у нас в уме, определяют наши перспективы, важно выяснить отношения между нашими конкретными чувствами и высвобождением наших способностей, так, чтобы они привели к успешным действиям. Чтобы подвести итог тому, что мы сказали о шкале сознания и упростить эту информацию, мы можем кратко классифицировать все чувства как отрицательные или положительные. И, конечно, мысли, которые будут следовать из них, будут или отрицательными, или положительными. Отрицательные чувства, связанные с работой. Эти чувства всегда неприятны и варьируются в зоне от немного неудобных до болезненных. Они провоцируют процесс мышления и воображения, которые приводят к «я не могу» и «мы не можем», независимо от события, ситуации или проблемы, в которую вовлечен человек. Отрицательные чувства возникают, когда нам не нравится то, что мы видим, слышим, думаем или помним. Наша реакция на неприятное происходит в форме таких чувств, как гнев, горе и беспокойство. Наш обычный способ иметь дело с неприятными чувствами состоит в том, чтобы подавить их. Из-за этого мы полагаем, что эти чувства – неотъемлемая часть нашего процесса мышления. Эта ошибка происходит, потому что чувства неприязни проявляются через наши мысли. Подавление этих чувств не заставляет их исчезнуть. Наоборот, они повторно появятся в качестве отрицательных мыслей. Негатив не существует в ситуации или событии. Скорее он содержится в нашей реакции на ситуацию, как мы ее видим. Когда отрицательные чувства признаны и отпущены, ситуация может быстро видоизменяться от невозможной до легкоуправляемой, осуществимой и даже довольно полезной. Одно из самых заметных отрицательных чувств, блокирующих успех в профессиональной жизни – чувство зависти. Динамика, лежащая в основе чувства зависти, такова, что, когда мы видим, что кто-то другой преуспевает, это становится причиной появления у нас чувства незащищенности. Это происходит не так просто, что мы видим успех другого человека и чувствуем зависть. Скорее успех другого человека вызывает в нас чувство неполноценности или неадекватности. Это вызывает чувство «возможно, я не достигаю того, чего я должен достигать», или «возможно, я не буду в состоянии достичь того, чего я хочу достичь», или «возможно, мои достижения не ценятся другими и остаются незамеченными». Зависть болезненна, потому что она пробуждает наши чувства неполноценности. И затем мы часто злимся на человека, успехи которого непреднамеренно вызвали это чувство. Бессознательно это негодование питает наше бесконечное желание похвалы, которое, конечно, не появляется на нашем пути, потому что наше желание отпугивает именно те вещи, которые мы желаем. Так как это явление прогрессирует, мы чувствуем себя все более и более неудовлетворенными и недовольными на нашей работе и отчуждаемся от наших коллег. Может возникнуть убеждение «все против меня». Члены нашей семьи могут утомиться от наших постоянных жалоб на ситуацию на работе. Мы можем искать спасение в конце дня через бесконечное смотрение телевизора или чрезмерное увлечение едой, сном, наркотиками и алкоголем. Каков выход из этого круга зависти и неудовлетворенности? Как мы сказали прежде, ответ должен прийти изнутри. Завидуя мы постоянно смотрим на других, оценивая их достижения и сравнивая себя с ними. Мы видим цену этого взгляда, направленного на других, в фильме «Огненные колесницы», когда один из наездников повернулся, чтобы посмотреть на его противника. В момент, который он отвел глаза от финишной черты для сравнения себя с другим наездником, он потерял ту долю секунды, которая стоила ему победы в гонке. Человек, выигравший гонку, был мотивирован чистой любовью к скачкам и старался просто сделать лучшее, на что был способен. Он не действовал ради того, чтобы побить другого. Он не сравнивал себя с другими участниками. Он делал лучшее, что мог, потому что он любил скачки. Когда мы смотрим внутрь себя, мы видим, что основные чувства, которые препятствуют нашему успеху, это стремление к соревнованию, неуверенность в себе, незащищенность, неполноценность и желание одобрения. Действительно ли мы готовы увидеть эти чувства? Как только наши чувства признаны, для нас становится очевидным, что они работают против нас. Они истощают наши усилия и препятствуют нашему успеху в мире. Наши сомнения в себе блокируют то признание, которого мы ищем. Как только мы увидим цену отрицательных чувств для нашего счастья и успеха, мы станем склонны отпускать их, а также выгоды, которые мы получаем от них. Например, мы становимся склонны отпускать дешевое небольшое удовлетворение, которое мы получаем от обвинений других в отсутствии у нас успеха. Мы становимся склонны отпускать сочувствие, которое мы получаем от тех, кто слушает наши претензии. Когда мы отпустим наши чувства неполноценности, мы обнаружим, что зависть других исчезает. Мы становимся как побеждающий наездник в огненных колесницах, который любит то, что он делает, восхищается своим успехом и успехом других и имеет неограниченную энергию, чтобы добиться успеха в мире. Позитивные чувства, связанные с работой. Они всегда переживаются как приятные и включают такие чувства, как радость, счастье и безопасность. Они подстегивают процесс мышления и воображения и иллюстрируются мыслями «я могу и мы можем», независимо от события, ситуации или проблемы, в которые вовлечен человек. Положительные чувства текут естественно, когда отсутствуют чувства отрицательные. Ничего не нужно делать, чтобы приобрести положительные чувства, поскольку они неотъемлемая часть нашего естественного состояния. Это положительное внутреннее состояние всегда присутствует, и оно просто покрыто подавленными отрицательными чувствами. Когда тучи рассеиваются, солнце сияет ярче. Освобождение способностей, творческих идей, талантов и изобретательности происходит автоматически в результате положительного настроения, которое возникает, когда отрицательные аспекты были отпущены. Отпускание негативности освобождает вдохновение, создающее бесконечный поток творческих идей. Например, как в случае с продюсером отмеченного наградой бродвейского мюзикла, который соотносил успех шоу с тем, что он практиковал технику отпускания отрицательных чувств. Были писатели, художники и музыканты, которые ощущали внезапный прорыв вдохновения, как только негативные убеждения или самоограничения были признаны и отпущены. О том же самом опыте было рассказано учеными, которые внезапно просто знали формулу, которая вылечит болезнь. Это как будто энергетическое поле творческого гения доступно нам и ждет нас, как только мы отпустим тучи отрицательных чувств, которые препятствуют его откровению. Чувства и процесс принятия решений Мы можем упростить описание уровней сознания как трех основных состояний – инертное, энергичное и спокойное. Эти три состояния связаны с процессом принятия решений. Первое состояние – инертность – отражает эмоциональный уровень апатии, горя и страха. Природа этих чувств заключается в том, чтобы вмешаться в нашу концентрацию на текущей ситуации и вовлечь нас вместо этого в концентрацию на наших собственных мыслях, большинство которых находится в сфере «я не знаю», «я не уверен» и «я не думаю, что могу». Эта последовательная концентрация наших собственных, бесполезно крутящихся уме мыслей делает нас временно неспособными осознавать полную картину и наши возможности в текущей ситуации. В то время как поток этих отрицательных мыслей и чувств протекает в нашем уме, нам трудно прийти к какому-либо решению. Иногда мы предпочитаем отложить решение, пока не почувствуем себя лучше. В других случаях мы продолжаем искать решение, которое, как мы думаем, ответит на наши вопросы или позволит разрешить ситуацию. К сожалению, это решение в конечном счете не приносит стабильного результата, потому что оно основано на текущем состоянии, и когда состояние чувств изменяется, решение также меняется. Это приводит к внутренней нестабильности, двойственности, смущению и потере уверенности в нас, окружающих. В компьютерном языке есть выражение «мусор на входе дает мусор на выходе», и отрицательные чувства здесь – это мусор на входе, и решения, которые принимаются в этом состоянии, должны быть на том же самом уровне. Второе состояние, которое выше, чем инертность, является состоянием энергичности. Эмоции, лежащие в основе этого состояния, – это страсть, гнев и гордость. Природа этих чувств меньше вмешивается в концентрацию, чем в предыдущем, более низком состоянии, потому что некоторым положительным мыслям позволяется присутствовать, и они смешиваются с отрицательными чувствами. Это состояние карьериста. Хотя цели достигаются, качество работы неустойчиво из-за смеси положительных и отрицательных мыслей и идей. Негативные чувства, такие как амбиции, страсть или стремление доказать кому-то, имеют тенденцию управлять карьеристом, и время от времени принятие решений неконтролируемо или импульсивно. Особенность этого уровня сознания – личная выгода, как основной мотивирующий фактор. Поэтому многие решения нестабильны, так как они основаны на подходе выигрыш-проигрыш, а не на стремлении к взаимовыгодной ситуации. Взаимовыгодное решение могло бы быть найдено, если бы во внимании были приняты чувства и намерения других лиц, заинтересованных в ситуации. Используя язык, описывающий энергетические центры тела, мы говорим, что люди на этом уровне мотивированы их солнечным сплетением – третьей чакры. Это означает, что они стремятся достичь успеха и покорить мир. Но они эгоистичны и управляются личными побуждениями, не очень беспокоясь о благосостоянии других людей или мира в целом. Поскольку их решение приносит пользу прежде всего именно им, их успех ограничен личной выгодой. Любая выгода для мира чисто вторична. И поэтому их результаты далеки от великих. Третий и высший уровень – состояние спокойствия, основанное на чувствах храбрости, принятия и любви. Поскольку эти чувства сугубо положительные и не тревожащие по самой своей природе, они позволяют нам концентрироваться полностью на ситуации и наблюдать все соответствующие детали. Состояние спокойствия, вдохновение ясно подсказывает нам идеи, которые решают проблему. В этом состоянии ум свободен от беспокойства, и его способность общаться и концентрироваться не встречает препятствий. В этом состоянии приходят такие решения проблем, которые находятся во взаимовыгодном контексте. Потому что все извлекают выгоду, все отдают свою энергию проекту, и успех разделяется всеми. Этот подход весьма часто приводит к величию. Он характеризует благородные проекты, которые вызывают далеко идущие улучшения нашего общества. На этом уровне мы обнаруживаем, что когда общие потребности в ситуации удовлетворены, наши собственные потребности удовлетворяются автоматически. Свободный от препятствий творческий ум разработает решение, где все извлекают пользу и никто не проигрывает. Если мы смотрим на ситуацию и утверждаем, что взаимовыгодное решение невозможно, это должно предупредить нас о том, что у нас есть некоторые неотпущенные чувства, блокирующие возможность идеального решения. Мы должны помнить утверждение о том, что невозможное становится возможным, как только мы полностью отпустим ситуацию. Чувство и способность продавать Поскольку продажа – часть многих профессий, включая или продукты, или идеи, или наши индивидуальные услуги, полезно посмотреть на отношения между этими тремя базовыми уровнями сознания и самой способностью продавать. Самым низким состоянием или состоянием инертности управляют чувства апатии, горя и страха. Очевидно, что способность к продажам в этом состоянии находится на самом низком уровне. Продавцам в этом состоянии покупатели часто говорят, что они не интересуются предлагаемым продуктом прямо сейчас. Это немедленно приводит к негативным мыслям и самокритике с такими мыслями, как «они не хотят мой продукт». Сама природа деятельности по сбыту повергает продавцов в отрицание и разочарование. Они могут временно избежать этих чувств, беря перерыва на кофе или отвлекаясь личным разговором с другими сотрудниками. Однако их чувства ослабили их концентрацию и уменьшили их способность генерировать продуктивные идеи. Низкая самооценка создает уязвимость для уныния, которая, в свою очередь, создает ожидание неудачи. Когда мысли о неудаче содержатся в уме, это ускоряет неудачный исход в ситуации продаж. При этом, признавая отрицательные чувства и отпуская выгоды от каждого из них, человек может развиться до следующего уровня. Следующий уровень, энергетическое состояние которого основано на чувствах страсти, гнева и гордости. Оно содержит большую степень энергии и драйва. Это облегчает концентрацию на цели работы. Однако, так как чувства в некоторой степени управляют человеком, может иметь место чрезмерная болтливость, и продавец будет больше говорить, чем слушать покупателя. Это может, как правило, приводить к преждевременным закрытиям бизнеса, чрезмерным усилиям и созданию проблем со сбытом. Тем не менее, достижение целей продаж возможно на этом уровне, из-за более высоких энергий, задействованных в процессе. Одно из препятствий к успеху на этом уровне – внимание на личную выгоду и базовое убеждение «я побеждаю, а не проигрывают». Этот свой корыстный мотив интуитивно чувствуется покупателями и может привести к сопротивлению. Характеристика мысли этого уровня – «я хочу заставить их покупать это, чтобы я получил хорошую комиссию». На самом высоком уровне, или уровне спокойствия, основанном на чувствах храбрости, принятия любви, наша способность концентрироваться проявляется максимально. Торговцы на этом уровне в состоянии внимательно слушать другого человека и поместить продажу в контекст того, что выгодно покупателю, а не продавцу. Поскольку ум в спокойном и творческом состоянии, они никогда не страдают от отсутствия творческих идей относительно того, что поможет произвести продажу или что превратит проблему в решение. Человек на этом уровне часто превращает клиентов в друзей, и клиенты склонны становиться лояльными. Цели продаж на этом уровне достигаются уверенно, потому что в уме человек отталкивается от положительной, взаимовыгодной ситуации и внутренней уверенности, что взаимовыгодное решение может быть найдено в конкретной ситуации. Часто принятие отпускания, казалось бы, невозможной ситуации, быстро превращается в положительный опыт. Это иллюстрируется случаем работника картинной галереи. Продажи были медленными, она не могла ничего продать несколько недель. Она попробовала много методов работы с сознанием и упорно работала над собой. Она использовала визуализацию, позитивное мышление, методы предварительных продаж и письменные аффирмации. Однако из этого ничего не вышло. Ее разочарование прогрессировало, сопровождаясь чувством «я не могу». Наконец, в отчаянии, она просто отпустила полностью эту ситуацию и приняла все свои скрытые чувства. Внезапно она почувствовала себя внутренне свободной от всех своих усилий, попыток и борьбы. Внутренняя напряженность исчезла, и вместо этого она чувствовала спокойствие, когда она пошла тем утром в галерею. В течение первого часа на работе она продала две копии скульптуры, которая, что весьма интересно, называлась «Отпускание». Руководители многих компаний регистрировали подобные прорывы. Например, партнер в одной из самых престижных бухгалтерских фирм страны после получения результатов от техники отпускания в конечном счете покинул фирму, чтобы разделить с другими то, что он считал самой выгодной вещью, с которой он столкнулся в своей жизни. Он захотел предложить этот подход многим крупным корпорациям. Он исследовал результаты продаж в одной из крупнейших страховых компаний в Америке. Его исследование выяснило, что в течение шести месяцев после изучения техники отпускания продажи страховых агентов в контрольной группе увеличились на 33%. Он пришел к заключению, что успех в жизни связан с нашей способностью концентрироваться, что означает способность удерживать наше внимание на одной вещи за один раз, без вмешательства других мыслей или чувств. Ум, который сконцентрирован на положительной мысли, имеет власть увеличивать вероятность того, что положительная мысль осуществится в мире событий. Самые успешные люди в мире – те, кто удерживает в уме самые лучшие мысли относительно всего, включая самого себя. Они знают, что есть взаимовыгодное решение каждой проблемы. Они находятся в состоянии мира с собой, который позволяет им поддерживать потенциал и успех других. Они выполняют работу, которую любят, и таким образом они постоянно чувствуют себя вдохновленными и творческими. Они не ищут счастья, они обнаружили, что счастье – побочный продукт выполнения того, что они любят. Чувство самореализации, естественно, возникает из их позитивного вклада в жизни других, включая семью, друзей, коллектив и мир в целом. Глава 20. Врач, исцели себя. Популярным запросом на лекциях, переговорах и семинарах является личный опыт самоисцеления. Кажется, что все хотят снова и снова слышать истории о том, как врач излечился от многих болезней. Поэтому эта глава будет касаться ключевых моментов выздоровления и лечения, так как они подробно иллюстрируют, как принципы и методы, о которых мы говорили, на самом деле работают на прагматическом уровне. Живой опыт и клинические наблюдения подтверждают, что большинство человеческих недугов поддаются лечению при помощи ниже следующих принципов. Множество заболеваний могут быть полностью излечены, если они не обусловлены сильными кармическими причинами. Как это ни парадоксально, те серьезные случаи, где все надежды уже были оставлены, часто быстро поддаются работе с ними и дают наилучшие результаты. Возможно, потому, что человек наконец отпустил и стал теперь ясно мыслящим. Он готов к тому, что Томас Кун называет «сдвигом парадигмы», то есть готов видеть вещи по-другому в расширенной перспективе и быть непредубежденным. Иногда приходится пройти через хроническую болезнь, страдание, боль и конфронтацию со страхом перед смертью, прежде чем человек будет готов отпустить заветное убеждение и открыться к правде объективной действительности. Основные принципы Эта глава детализирует процессы исцеления и восстановления, от огромного количества физических болезней в жизни врача. Мы очертим основные принципы, которые облегчили процесс самоисцеления. В процессе этого мы будем также включать обзор части материала, который мы уже разбирали, чтобы объединить его в интегрированный общий опыт. Мы начнем с основных рабочих понятий. Мысль – это вещь. У нее есть энергия и форма. Ум с его мыслями и чувствами управляет телом. Поэтому, чтобы излечить тело, мысли и чувства должны быть изменены. Содержимое ума имеет тенденцию выражаться через тело. Тело не является реальным «я». Оно как марионетка, которая управляет умом. Неосознаваемые убеждения могут проявиться как болезнь. Даже при том, что мы можем не помнить об этих убеждениях. Болезнь имеет тенденцию возникать из подавленных и вытесненных отрицательных эмоций, а также мыслей, которые придают им определенную форму. То есть сознательно или бессознательно выбирается одна конкретная болезнь, а не другая. Мысли вызваны подавленными и вытесненными чувствами. Когда чувство отпущено, тысячи или даже миллионы мыслей, которые были активированы этим чувством, исчезают. Хотя определенное убеждение может быть отменено, и ему можно отказать в энергии, но пытаться изменить мышление само по себе обычно является пустой тратой времени. Мы отпускаем чувства, позволяя ему быть без осуждения, оценки или сопротивления. Мы просто смотрим на него, наблюдаем его и позволяем ему чувствоваться, не пытаясь его изменить. Когда вы будете готовы освободиться от чувства, оно исчерпает себя в надлежащий момент. Сильное чувство может возникнуть снова, что означает, что есть нечто большее, что нужно признать и отпустить. Для того, чтобы отпустить чувство, иногда необходимо начать с другого чувства, которое вы переживаете о конкретной эмоции, например, чувство вины. У меня не должно быть этой эмоции, я не должен этого чувствовать. Чтобы отпустить чувство, иногда необходимо признать и отпустить спрятанные в нем выгоды, например, острое ощущение от гнева или нектар сочувствия от того, чтобы выглядеть беспомощной жертвой. Чувство – это не реальное «я». Примите во внимание, что чувства – лишь программы, которые приходят и уходят, а реальное внутреннее «я» всегда остается тем же самым. Поэтому необходимо прекратить принимать приходящие чувства за себя. Игнорируйте мысли. Они есть просто бесконечной рационализацией внутренних чувств. Вне зависимости от того, что происходит в жизни, храните устойчивое намерение отпускать отрицательные чувства, как только они возникают. Примите решение, что свобода более желательна, чем наличие отрицательного чувства. Выбирайте отпускание отрицательных чувств, а не выражение. Отпустите сопротивление и скептицизм по отношению к положительным чувствам. Оставьте отрицательные чувства, но делитесь положительными. Заметьте, что отпускание сопровождается тонким, всеохватывающим чувством облегчения. Отпускание желания не означает, что вы не получите то, что хотите. Вы просто очищаете путь к тому, чтобы это могло легче произойти. Получите это путем постижения. Поместите себя в ауру тех, кто имеет то, что вы хотите. Подобное притягивает подобное. Объединяйтесь с людьми, которые используют ту же самую или подобную мотивацию и у кого есть намерение расширить свое сознание и исцелиться. Знайте, что ваше внутреннее состояние известно, и оно транслируется вокруг вас. Люди в вашем окружении интуитивно поймут, что вы чувствуете и думаете, даже если вы не выражаете это словами. Постоянство окупается. Некоторые симптомы или болезни могут исчезнуть быстро, другие могут выходить в месяц или годы, если состояние хроническое. Отпустите сопротивление техники. Начните с этого дня. В конце дня выделите время, чтобы отпустить любые отрицательные ощущения, возникавшие в течение дня. Ваше поведение зависит только от того, что содержится в вашем уме. Вы подвергаетесь воздействию отрицательной мысли или убеждения, только если вы сознательно или бессознательно говорите, что они имеют к вам отношение. Прекратите давать физическому нарушению имя. Не маркируйте его. Название – это целая программа. Отпускайте то, что реально чувствуете, именно сами ощущения. Мы не можем чувствовать болезнь. Болезнь – абстрактное понятие, содержащееся в уме. Мы не можем, например, чувствовать астму. Полезно спросить, что я на самом деле чувствую. Просто наблюдайте физические ощущения, такие как тяжесть в груди, хрипение, кашель. Невозможно, например, испытать мысль, я не получаю достаточного количества воздуха. Это только мысль о страхе в нашем уме. Это такое понятие, целая программа, названная астмой. То, что на самом деле испытывается, является напряженностью или сужением в горле или груди. Тот же самый принцип работает для язв или любого другого нарушения. Мы не можем чувствовать язвы. Мы чувствуем горение или ощущение прокалывания. Слово «язва» является этикеткой и программой, и как только мы используем это слово, чтобы маркировать наш опыт, мы отождествляем себя со всей программой язвы. Даже слово «боль» является программой. В действительности мы чувствуем определенные ощущения в теле. Процесс самозаживления идет быстрее, когда мы отпускаем маркировки или наименования различных физических ощущений. То же самое верно по отношению к нашим чувствам. Вместо того, чтобы развешивать на них ярлыки и имена, мы можем просто прочувствовать их и отпустить энергии, находящиеся за ними. Нет необходимости именовать чувство страхом, чтобы знать о его энергии и эту энергию отпустить. Исцеление множества заболеваний В случае этого врача было столько болезней одновременно, что помнить их все было невозможно. Для чтения лекции пришлось перечислить их на учетной карточке. Все следующие болезни проявились в возрасте 50 лет. Мигрени, хронические и частые. Заблокированные слуховые трубы. Болезненные от алгии, боли в ухе. Миопия и астигматизм. Были предписаны трифокальные линзы. Синусит, задненосовой отек, аллергии, дерматит, различные типы. Приступы подагры. Было необходимо, чтобы в салоне автомобиля имелась трость и была прописана ограниченная диета. Проблема с холестерином. Дальнейшие ограничения в диете. Язва 12-перстной кишки. Хроническая рецидивирующая больше 20 лет. Устойчивая ко всем медицинским лечениям. Панкреатит. Периодические приступы ускорены рецидивной язвой. Гастрит. Гиперхворигитрия. Периодический пелораспазм. Поэтому дальнейшие диетические ограничения. Калит. Рецидивирующий. Дивертикулит. Состояние аппендицитного типа толстой кишки. Иногда кровотечение, нуждающееся в госпитализации и переливании крови. Общие проблемы в нижнем отделе желудочно-кишечного тракта. Намеченное хирургическое вмешательство. Артрит шейного отдела позвоночника, шеи. Смещение четвертых цервикальных позвонков. Боли в пояснице. Требуется лечение мануальной терапией. Вибрационная болезнь. Синдром Рейно. Потери ощущения и угрозы гангрена в кончиках пальцев. Из-за потери кровообращения. Синдром среднего возраста. Холод в руках и ногах. Потери энергии лебита. Депрессия. Киста в основании позвоночника. Излечима только хирургии. Бронхит и хронический кашель. Усугубляющие головные боли, спондилез и синдром поясницы. Чувствительность к плющу. Кожное высыпание каждый год. Иногда госпитализация. Микоз. Было убеждение, что он возник из-за пола гостиничного номера. Перхоть. Было убеждение, что она приобретена в парикмахерской. Воспаление хряща. Синдром ЦИЦа. Редкое нарушение с болезненным набуханием соединения ребра и грудины. Проблема с зубами и дёснами. Остеопороз зубов. Хирургия рекомендовалась для дёсен. Полный энергетический дисбаланс. Кинезиологическое тестирование показало, что все энергетические системы разбалансированы. И каждый меридиан ослаблен. Оглядываясь в прошлое, кажется ошеломительным, как тело продолжало жить в мире и функционировало в таком состоянии. Поскольку каждое из нарушений требовало дальнейшего ограничения в диете, были времена, когда салат и морковь были единственными безопасными продуктами. Это привело к потере около 25 фунтов и телу, которое выглядело тонким и измученным. Позже некоторые друзья рассказывали, что они заключали пари о том, сколько времени ему осталось. Большинство из них оценивало, что тело, вероятно, сыграет в ящик приблизительно к 53 годам. Внутренний вопрос в то время был таков. Как мог успешный, высокообразованный профессионал, творчески реализующийся в мире, ведя уравновешенную жизнь, который полностью подвергался психоанализу и испытал много методик терапии и лечения, все еще иметь столько физических болезней? Да, была большая рабочая нагрузка, но она была уравновешена физическими упражнениями и творческой работой, такой как плотницкие работы, каменная кладка, работа по дереву и архитектурный дизайн. Кроме того, велась активная духовная жизнь с двумя часами медитации каждый день, перед и после работы. Бесконечные методы, упомянутые во введении, были также исследованы. Самогипноз, макробиотика, рефлексология, иридодиагностика, диагностика по состоянию радужной оболочки глаз, терапии полярностей, аффирмации, астральные проекции, группы интенсивов, работа с телом, релаксация и т.д. Каков был ответ на этот странный парадокс для того, кто пробовал множество техник, групп и методов лечения, но у кого все равно было поразительное множество болезней? Кроме того, как это получалось, что он действовал в мире так успешно, несмотря на этот длинный список болезней и постоянную боль, которая им сопутствовала? Кажется, что ответ – это очень сильная воля. Она несла его через все препятствия и имела власть отодвигать все, что вмешивалось в эту эффективную деятельность, в данном случае прежде всего чувство. С такой силой воли, когда чувство подавлялось, оно оставалось подавленным. Научный идеал – это объективность. Объективность означает отсутствие эмоций. Достижение этого идеала в клинической научной работе требовало подавления чувств. Это было особенно интенсивным, с учетом характера клинической практики, которая велась с тяжелобольными людьми. Степень их страдания и также страдания их семей казались почти бесконечными. Это продолжалось постоянно день за днем, из года в год. Интенсивность чувств усугублялась сострадательной природой этого человека и настроенностью на ощущение страданий людей. Увеличивающееся давление подавленных эмоций во всех областях жизни очевидно способствовало разнообразию болезней. В определенные моменты механизм отпускания и курс чудес были исследованы и применены в повседневной жизни. Из-за загруженного рабочего графика было очень мало времени для любых новых методов. К счастью, учебные пособия и курсы чудес требуют изучения одного простого предложения или урока в течение дня. Сила этой техники – облегчение вины с использованием механизма прощения. Механизм отпускания также мог быть использован в молчании как внутренний процесс. Эти два инструмента работали вместе. Отпускание и прощение происходили одновременно в течение дня. Как только ум узнает способ облегчить внутреннее давление, то сразу, как из ящика Пандоры, он начинает позволять всему мусору всплывать вверх, и тот выходит в большом изобилии. Мысли и чувства, которые едва замечались во время их возникновения, теперь возвращаются. Жизнь была так загружена, что не было времени на то, чтобы заниматься ими. Теперь процесс декомпрессии чувств начинает разворачиваться сам по себе. Одно незамедлительное открытие состояло в том, что каждое отрицательное чувство или мысль связано с виной, и эта вина столь всеобъемлюща, что она постоянно подавляется. Таким образом, нет такой вещи, как просто гнев. Фактическое чувство – гнев вина. Вина возникает каждый раз, когда у нас появляется критическая мысль о ком-то. Постоянное вынесение суждений и критика умом мира, его событий и людей, являются бесконечным источником вины. Сама вина порождает отрицательные чувства, и отрицательные чувства сами по себе также порождают вину. Именно эта смертельная комбинация тянет нас всех вниз и создает такое широкое распространение болезней и несчастья. Вина столь вездесуща, что чем бы мы ни занимались, мы чувствуем где-то в нашем уме, что должны делать сейчас что-то другое. Мы жили с этой большой виной так долго, что мы даже больше не признаем ее. И так или иначе, эта вина проецируется умом обычного человека на мир вокруг него. Именно поэтому большинству людей нужен враг. Объект, на который можно спроецировать их внутреннюю вину. Так тираны получают свою власть, манипулируя человеческим чувством вины и находя подходящую для нее цель. Тогда же обнаружилось пренебрежение к чувствам. Гнев вышел на поверхность в этой ситуации навязывания чувств, которые могут заставить человека воспринимать себя как жертву. Человеком, ориентированным на левое полушарие мозга, чувства воспринимаются как противоположность разумности, логике и рациональности. На это также накладывалась идея из области мужского шовинизма о том, что эмоции – это для женщин, детей и артистических личностей. Чувства были прежде всего вопросом интеллектуального понимания и клинического анализа. Когда они возникали, они маркировались, классифицировались и сдавались в архив. В начале работы с техникой отпускания был период бунта и на самом деле ненависти к чувствам и переживания ужаса от необходимости иметь с ними дело. Казалось ухудшением то, что нужно было страдать от них. Также потребовалось изменение представления о себе из-за сильной идентификации с интеллектом. Теперь, нравится это или нет, нужно было признать, что все мы без исключения чувствующие-думающие организмы. Продолжение отрицания действительности не смогло бы помочь. В скором времени стало привычным иметь чувства. С техникой отпускания единственный выход был в том, чтобы признать и оставить чувства. Это становилось все легче, поскольку физическое состояние начало улучшаться. Хотя первоначально может быть трудным встретиться с чувствами внутри нас. Но когда свет в конце тоннеля показывает себя, это порождает надежду. В течение нескольких дней после использования техники физическое состояние в нижнем отделе желудочно-кишечного тракта быстро улучшилось, и хирургическое вмешательство было отменено. Многие симптомы, которые были активны в течение многих лет, даже десятилетий, начали уменьшаться в интенсивности и частоте в течение месяцев. В частности, мигрени стали все менее и менее частыми. Боли в пояснице исчезли. Тело начало чувствовать себя легче и более сильным. Затем случился неожиданный кризис, который привнес интенсивное эмоциональное давление. Дивертикулит возвратился в тяжелой форме с крупным кровоизлиянием. Здесь было принято внутреннее решение огромной важности. Или этот метод работает, или нет. Поэтому на этот раз, вместо того, чтобы идти в больницу и делать переливание, произошло полное отпускание. Все ощущения, продолжающиеся в брюшной полости малого таза, признавались, им не оказывалось сопротивления. Им не давали имя и не наклеивали ярлык. Вместо мыслей или слов было чувство единства с ощущениями, судорогами и полем. Не было никакого сопротивления ощущениям, неважно какой интенсивности они были. Как будто находясь на резве бритвы, каждое ощущение и чувство было признано и отпущено. Это продолжалось непрерывно в течение четырех часов. В конце четырех часов остановилось кровотечение, судороги ушли, и дивертикулит был извлечен. Позже были некоторые незначительные рецидивы, но каждый был обработан таким же образом, и в конечном счете приступы стихли и исчезли. Так механизм отпускания прошел решающее испытание. Он имел успех там, где все остальное потерпело неудачу. С продолжением применения другие нарушения также начали исчезать. Со временем опыт знания заменил думание. Знание приходит в абсолютно другой манере. Оно просто ждет, пока мы его увидим. Однажды утром после пробуждения возникло знание того, что пришло исцеление от чувствительности к ядовитому плющу. В то же время было очевидно, что само имя ярлык ядовитый плющ было программой и системой взглядов. В любом случае было знание об иммунитете к плющу. И даже выйдя на улицу, позволение себе касаться его, играть с ним и взять его в цветочном горшке на программу с интервью тем вечером. Темой интервью было влияние силы сознания на самоисцеление. Другой эпизод осведомленности произошел однажды, когда пришлось неожиданно столкнуться с интенсивными парами инсектицида. Такие пары в течение многих лет вызывали тяжелую аллергию и неизменно провоцировали сильную мигрень. В этот конкретный день, однако, произошло внезапное осознание иммунитета к этим парам. Придя в недавно обработанный дом и сделав очень глубокие вдохи этих паров без каких-либо последствий, внезапно стало ощущаться ликующее чувство свободы. Как замечательно быть свободным и ощущать силу разума. В тот момент стало очевидно, что нами управляет только то, что мы удерживаем в своем уме. Нет необходимости быть рабом или жертвой в этом мире. То же самое произошло с устойчивым убеждением о повышенном холестерине. Поскольку убеждения и концепции об этом были отменены, потребление молочных продуктов было возобновлено без негативного воздействия на уровень холестерина. На самом деле, тестирование крови показало прогрессирующее понижение уровня нездорового холестерина. Кроме того, непереносимость продуктов и аллергии исчезли. Потребовался, по крайней мере, еще один год, однако, чтобы исчезли чувствительность к сахару и функциональная гипогликемия. Еще некоторое время все же происходили рецидивы в период стресса, особенно физического напряжения, после употребления в пищу сахар и конфет, сопровождаемых кофеином. Тем временем стало возможным возвратиться к обычному режиму питания после многих лет тяжелых ограничений. Например, можно было есть продукты с семенами, неразрешенные при дивертикулите, а также все продукты, противопоказанные при язве и колитах, и даже горячий шоколад с мороженым и фруктами. Для исчезновения функциональной гипогликемии потребовалось пары лет, но в конечном счете стало возможно употреблять в пищу все сладости, которые были запрещены в течение многих лет. Синдром среднего возраста также представлял собой систему убеждений. Как только эта система была отменена и отпущена, исчезла пониженная температура рук и ног. Усталость, легкая депрессия и раздражительность также исчезли. Физическая выносливость возросла, и устойчивость к физической работе стала почти неограниченной. Теперь, когда самые серьезные вещи были убраны с пути, некоторые более легкие болезни были проработаны сознательно. Вера в пелонидальную кисту была отпущена. Она исчезла за шесть недель. Евстахиева труба, которая всегда блокировалась при полетах в самолете, причиняла тяжелую боль в правом ухе. Потребовалось два года, чтобы это исправить. Производилось непрерывное отпускание всех мыслей и чувств об этом, и в то же время использовалась визуализация, в которой правая височная кость представлялась изменяющей свою форму под нормальный угол. Это было единственной болезнью, в работе с которой использовалась визуализация. В конце двух лет болезнь исчезла, и больше никогда не возникало трудностей в прочистке ушей при изменениях в высоте. Тем временем постепенно исчезали боли в области шеи, и это сделало возможным танцы. Танцуя и отпуская любое сопротивление боли в области шеи, тело начинало автоматически приводить себя в положение для самоизлечения, и двигалось, как будто внутренний остеопат управлял позвоночником. Это было странное ощущение, как будто невидимые целители перестраивали позвоночник. Пока это происходило, изменилось кровообращение в руках и ногах, и им больше не было все время холодно. Вибрационная болезнь в кончиках пальцев, которая угрожала конгреной, теперь полностью отступила. Подушечки на кончиках пальцев восстановили форму и снова стали розовыми. Острая боль в кончиках пальцев исчезла. Возвратилась чувствительность. К тому времени пальцы были столь оцепенелыми, что было невозможно даже перевернуть книжные страницы. Когда более серьезные болезни были излечены, появились энергии и время, чтобы обратить внимание на еще более незначительные проблемы. Существовало давнее убеждение, что люди заболевают перхотью в парикмахерских. Когда это убеждение было отпущено, перхоть исчезла. Подобный же процесс произошел с убеждением, которое связывало микоз с полами гостиничных номеров. После непрерывной работы с отпусканием этого убеждения микоз исчез. Во время одного из праздников Дня Благодарения появилась возможность испытать технику в острой ситуации. Огромное бревно упало на левую ногу и сломало все кости передней части стопы. Вместо того, чтобы торопиться побыстрее наложить гипс, сначала была использована техника отпускания. К Рождеству уже было возможно вернуться на танцпол. Позже сильно выехнутая лодыжка излечилась в течение нескольких минут посредством немедленного отпускания боли. Исцеление зрения Однажды вечером во время лекции о механизме отпускания было упомянуто обо всех вышеуказанных исцелениях. И один человек из аудитории спросил «Доктор, если вы излечили все эти болезни, тогда почему вы все еще носите очки?» «Разве плохое зрение не может быть излечено тем же самым способом?» «Ну, я никогда не думал о ношении очков как о болезни. Я всегда думал об этом как об анатомически структурном дефекте тела. Но теперь, когда вы упоминаете об этом, я не вижу оснований, почему это не должно излечиться». Так бифокальные очки были сняты и убраны в карман пальто. Действительно, в то время зрение уменьшилось до такой степени, что уже были прописаны и заказаны три фокальные линзы. При отъезде с лекции тем вечером возникла та же самая внутренняя осведомленность, что заболевание излечится при достаточной вере и доверии. Картинка перед глазами была размытой во время поездки домой за рулем без очков. Темп был медленным. Присутствовало внутреннее знание, что мы будем всегда видеть то, что мы должны видеть, но не способны видеть то, что мы хотели бы видеть. В течение следующих шести недель было большое количество наблюдений и новых знаний о том, что происходит позади нашего повседневного обычного смотрения на мир. Существует несметное число чувств, варьирующихся от любопытства до соревнований в эротическом интересе и интеллектуального возбуждения. Только приблизительно 5% нашего видения абсолютно необходимы, чтобы функционировать в мире. Обнаружилось специфическое явление. Видно было только то, что было необходимо увидеть. Читать газеты и журналы, смотреть телепередачи или смотреть кино в кинотеатре было все еще невозможно. Стало ясно, что большая часть видения просто бегство от действительности. На дороге было ощущение, как будто господин магу был за рулем. Персонаж мультфильма. Эксцентричный лысый мужчина небольшого роста, миллионер, у которого очень плохое зрение, но который упорно не желает это признавать. Снова и снова обнаруживалось себя то же самое таинственное явление. Как только было жизненно важно видеть что-то, именно тогда это замечалось. Край обрыва становился видимым именно тогда, когда было необходимо его увидеть. Испытывалось много беспокойства с постоянным отпусканием страха. Наконец, к концу шести недель, страх, кажется, потерял свою силу. Его заменило чувство глубокого спокойствия. Что ж, я буду видеть только то, что мне позволяется видеть. Другие эмоциональные цели, которым содействовало смотрение, к тому времени были охотно отпущены. Затем возникло глубокое чувство внутренней тишины и покоя и ощущение единства с тем, чтобы это не было, что управляет вселенной. И в тот же миг вдруг зрение возвратилось полностью и совершенно. Стало кристально ясно видно все, что раньше было невидно и нечитаемо. Уличные знаки, цветные изображения в тусклом свете, объекты в мельчайших подробностях на противоположном конце комнаты и на приличном расстоянии. При следующей проверке зрения для обновления водительских прав, специалист сказал, что зрение отличное, и что очки больше не потребуются. Такого никогда не происходило ни на одной из предыдущих проверок зрения. С тех пор, как эту историю начали слышать по всей стране, множество других людей сняло очки и прошло через тот же самый опыт. Интересно, что каждый из них рассказывал, что это заняло приблизительно шесть недель. Один из людей, которые достигли этого результата, решил надеть свои очки снова. Когда его спросили о причинах, он сказал, что его жена так привыкла видеть его в очках, что он выглядел для нее непривычно без них, и таким образом он поставил простые стекла в очки и стал снова их носить, чтобы нравиться ей. Он сделал это просто потому, что он любил ее и хотел, чтобы она была счастлива, и эта причина сильно отличается от необходимости носить очки из-за слабого зрения. Те из нас, у кого был опыт излечения зрения, совершают одно общее открытие. Мы видим с помощью ума как такового, а не глазными яблоками. Недавно произошел замечательный случай с женщиной, которая была слепой, так как вскоре после рождения у нее обнаружились тяжелые нарушения функционирования обоих глазных яблок. После лекции по восстановлению зрения она последовала медицинскому протоколу и начала практиковать технику отпускания по поводу ее зрения. В течение двух дней она начала чувствовать возвращение зрения. Она подошла после лекции и сказала «Я знаю, что вы правы. Я знаю, что каждый видит посредством ума, потому что именно это происходит со мной. Я вижу и я вижу своим умом». Чтобы понять, как все эти исцеления могут происходить, а некоторые из них граничат с чудом, мы должны пересмотреть многие наши представления о физических процессах, механизмах исцеления и о том, как именно медицинское лечение дает свои результаты. Было обнаружено, что внутренние силы самоисцеления активируется непрерывным отпусканием. Глава 21. Вопросы и ответы Эта глава содержит дословные вопросы и ответы на них с семинаров и мастер-классов, которые проводились по всему миру в последние годы. Предвидя вопросы читателя, сюда были включены наиболее типичные и часто задаваемые вопросы о механизме отпускания. Религиозные и духовные цели Всегда есть ряд вопросов относительно применения отпускания для достижения целей в областях, которые обычно называют духовными целями, расширением сознания и религиозными убеждениями. Мы можем ответить на многие из этих вопросов, сделав общее заявление. Механизм отпускания не противоречит какой-либо религии или духовному пути или программе самосовершенствования, а также не согласуется с какой-либо философией или метафизической позицией. Он не включает в себя никаких духовных учений. Вместо этого он предлагает технику, где понимание себя удаляет препятствия на пути к духовному росту. Он также совместим с гуманистическим движением. Все духовные пути религии подчеркивают необходимость расширения нашей способности любить. Это то, чем по сути является процесс отпускания. Удаляя препятствия к любви, мы расширяем способность любить себя, других и Бога. Отпускание также поддерживает основное учение всех великих религий мира. Существенная цель этих учений заключается в том, чтобы отпустить малое я, обычно называемое эго. Техника отпускания облегчает достижение цели растворения маленького я с помощью простого внутреннего процесса отпускания. Когда маленькое я преодолевает свои пределы, истинное внутреннее я начинает сиять. Возьмем, например, наиболее распространенные короткие выражения для описания явлений отпускания, данные большинством религий, как правило, они следуют этой схеме. Отпусти и отдай это Богу. Будьте спокойны и знайте, что я Господь. Поручите свою жизнь и волю заботе Бога, как вы его понимаете. Предайся тому, что есть, потому что Бог во всем. Очевидно, что отпускание негатива облегчает движение в том направлении, которое всеревики и духовные пути побуждают нас принять. Процесс отпускания касается прежде всего чувств, и мы видели, что чувства оказывают глубокое влияние на наши мысли и систему убеждений. Опыт большинства людей, использующих механизм отпускания, заключается в том, что он способствует их духовным и религиозным целям. Те, кто сознательно не имеют каких-либо религиозных или духовных целей, отмечают, что это облегчает их способность к любви, что существенно увеличивает их счастье и благополучие. Карл Юнг указывал на то, что поскольку Бог является одним из основных архетипов бессознательного, каждый человек вынужден занять какую-то позицию о Боге, нравится ему это или нет. Даже атеист испытывает чувства по отношению к концепции Бога. Итак, существует Бог или нет? Рано или поздно с этим вопросом придется иметь дело. подавление наших чувств о Боге или сознательное перемещение этого вопроса на второй план не является удовлетворительным решением. Техника отпускания приносит разрешение долгоиграющих внутренних конфликтов как для атеиста, так и для верующего. Каковы взаимоотношения между практикой отпускания и общим понятием греха? Если мы изучим негативные чувства, которые мы обсуждали, и опишем их при помощи реликвиозной терминологии, мы действительно увидим, что то, что мы описывали, это так называемые смертные грехи. Поскольку механизм отпускания это способ избавления от них, кажется очевидным, что отказ от привязанности к этим характеристикам облегчает реализацию религиозных учений в нашей личной жизни. Я не являюсь последователем какого-либо конкретного духовного пути, но имею свой личный путь. Как этот метод может быть полезен? Все духовные пути без исключения основаны на методе растворения эго. Эго включает в себя совокупный набор наших негативных программ. Отпускание это лучший в своем роде метод, позволяющий отказаться от негативных программ. Это следовательно лучший инструмент для содействия развитию духовного понимания. «Будет ли этот процесс каким-либо образом вмешиваться в мою веру?» Напротив, каковы препятствия для веры? Вы заметите, что это все формы негатива. Следовательно, отказ от негатива устраняет препятствия для веры. «Я не верующий, но у меня есть интерес к изучению духовных вопросов. Будет ли этот подход полезен для меня?» Механизм отпускания это только инструмент. Вы можете использовать его, чтобы устранить препятствия, мешающие заработать миллион долларов. или вы можете использовать его для устранения препятствий на пути развития духовного сознания. Большинство людей, которые постоянно отпускают, сообщают, что они открывают внутри себя что-то похожее на любовь к себе, которое не зависит от тела, эмоций, мыслей и событий в мире. Вы когда-нибудь слышали о том, чтобы кто-то был недоволен таким открытием? Способствует ли техника принятия решений любым духовным или религиозным учением? Изучение предмета показывает, что противоречий между отпусканием негатива и любым духовным учением нет. Я отказался от религии много лет назад, потому что это создало столько вины, что я не мог справиться с этим. Каким будет эффект от использования метода отпускания? Клинические наблюдения в течение прошедших лет показывают, что вина обнаруживается как самая частая причина, по которой люди отказываются от своей религии. Это потому, что цели кажутся недостижимыми. Спросите себя, что заставило эти цели казаться недостижимыми. Всегда будет несоответствие между тем, какими людей учат, что они должны быть, и тем, какими люди считают, что они есть на самом деле. Вместо того, чтобы чувствовать себя виноватым, попробуйте отпустить все негативные чувства, которые возникают, и ждать и наблюдать за тем, что изменится в вашем отношении. Опять же, отпускание только инструмент. Его можно использовать для облегчения достижения ваших целей в любой сфере жизни. Как вы это используете зависит от вас. Хорошее начало отпустить всю свою вину, поскольку она создает эмоциональную среду для страданий и болезней. Медитация и внутренние методы. Как принятие отпускания взаимодействует с различными медитативными техниками? Практически все медитативные методы имеют в качестве цели успокоения ума. Это основа изречения из книги псалмов «Будь спокоен и знай, что я Бог». Большинство медитирующих открывают для себя, что достижение тишины ума является главной проблемой самой практики медитации. Это потому, что подавленные чувства постоянно вызывают мысли, которые являются основными отвлекающими факторами медитации. Следовательно, признание и освобождение энергии этих подавленных чувств способствует цели медитации. Когда чувство, находящееся позади мыслей, обнаруживается и отпускается, тогда весь этот поток мыслей мгновенно останавливается. Постоянно отпуская, можно прийти к крайне безмолвным состояниям ума. Это можно делать во время ежедневной повседневной деятельности, тем самым значительно расширяя возможности для медитации. Большинство медитативных методов ограничено определенным количеством минут или часов в течение дня. Благодаря постоянному отпусканию становится возможным достичь действительно высоких состояний сознания. Я не следую духовному пути, но я занимаюсь чтением аффирмаций и визуализаций. Будет ли мне полезна техника отпускания? Отпускание увеличивает силу аффирмаций. Аффирмация является позитивным утверждением. Его сила ограничена тем, что сознательно или бессознательно, мы имеем несколько негативных программ, которые утверждают нечто с совершенно противоположной аффирмацией. Вы можете обнаружить это сами, заметив, что когда вы пишете утверждение, ваш ум говорит «да, но…». Именно эти «да, но…» ограничивают силу утверждения и снижают его эффективность. Если вы отпустите препятствие аффирмациям, вы заметите быстрое повышение их эффективности. Психотерапия «Я прохожу психоанализ. Будет ли технология отпускания полезной, или она создаст конфликт с моим анализом, который становится все более дорогим?» Психотерапевты, которые изучали технику, отмечают ее пользу. Многие психиатры, психологи и терапевты изучили ее и стали использовать в своей практике. До сих пор мы слышали только стопроцентные положительные оценки результатов, потому что так называемый рабочий процесс облегчается способностью пациента отказаться от негатива и самоограничений, что позволяет терапии быстрее двигаться вперед. Сами психотерапевты обнаружили, что отпускание значительно способствовало их пониманию пациентов и разрешению проблемы контрпереносов. Если терапевты знают, как признать и отпустить негативные чувства, тогда они могут избежать развития многих связанных со стрессом заболеваний в ходе своей практики. Таким образом, эта техника считается способствующей успешной психотерапии, повышая ее эффективность и удовлетворительность ее результатов. Я прохожу групповую психотерапию. Как это будет работать с механизмом отпускания? Так же, как и в индивидуальной психотерапии, способность отказаться от внутренних негативных чувств, значительно облегчает работу в группе. Я юнгианский аналитик. Будет ли этот подход способствовать цели моей работы? Через отпускание мы можем освободиться от влияния архетипов. Архетипы, очевидно, представляют собой совокупность убеждений и чувств. И, следовательно, это обычный программ. Человек, который использует механизм отпускания, чтобы отпустить запрограммированное убеждение и чувство, имеет силу выбора перед архетипическими шаблонами поведения, а не управляется ими бессознательно. Алкоголизм и наркомания. Я являюсь членом анонимных алкоголиков. Я хотел бы узнать, есть ли другие анонимные алкоголики, кто уже воспользовались этой техникой. Общий опыт заключается в том, что техника отпускания значительно облегчает работу по программе 12 шагов анонимных алкоголиков, особенно на третьем шаге. Третий шаг гласит принять решение поручить нашу волю и жизнь заботе Бога, как мы его понимаем. этот шаг разочаровывает многих людей в анонимных алкоголиках, потому что нет практического опыта. Как вы отдадите свою волю и жизнь заботе Бога или какой-то высшей силы? Если мы посмотрим на волю, мы увидим, что это желание. Это желание связано с привязанностями. Таким образом, механизм отпускания способствует освобождению от привязанностей и почти равен третьему шагу в его намерении. Предание себя Богу означает отказ от своей воли. Своеволие это само эго. Навязчивые мысли о выпивке это одержимость, навязчивое желание обусловленное привязанностью. Она может быть ослаблена и уменьшена процессом отпускания. Пьянство это также избавление от боли негативных чувств. Поэтому отказ от негативных чувств уменьшает психологическую потребность в избегании чувств в этой конкретной форме. Это относится и к другим наркотикам, которыми пытаются заменить более низкое чувство более высоким. Техника отпускания не отменяет необходимости групп самопомощи или анонимных алкоголиков. Тем не менее она значительно способствует успеху в программах восстановления и безусловно совместима со всеми анонимными группами, которые основаны на принципах 12 шагов. Отношения Я много лет нахожусь на духовном пути и не понимаю, почему я все еще испытываю отрицательные эмоции. Существует распространенная иллюзия, что духовно развитые любящие люди никогда не испытывают негатива, как будто они уже стали ангелами. Они раздражаются от того, что у них все еще есть негативные чувства, и тогда это усугубляется виной и недовольством собой. Они должны понимать, что чувства приходящие, тогда как их намерение развиваться остается постоянным. Отпустите чувства вины от того, что вы все еще просто обычный человек, несмотря на ваши ангельские амбиции. Проявляя сострадание к своей врожденной человеческой природе, ее нервной системе и функционированию мозга, которые прилагаются к ней, вы позволяете сохранять спокойствие. Небесные амбиции не обязательно делают нас ангелами. У меня есть коллега на работе, который не справляется со своими обязанностями. Каждый раз, когда я вижу его, я чувствую негодование. Затем я чувствую себя виноватым за злость на него. Как мне использовать технику отпускания в этой ситуации? Мы замечаем и принимаем то, что наши чувства касаются конкретной ситуации. И затем мы отдаем приоритет тому, чтобы отпустить их, а не предаться эмоциональности. На рабочем месте многие люди думают, что они должны подавлять свои чувства обида или гнева. Однако этот подход не справляется с этой проблемой. И напряженность будет усугубляться. Используя технику отпускания, входите внутрь себя и признавайте отрицательные чувства по мере их возникновения. Пусть они придут, не подавляйте и не выражайте их. И затем переключите свое внимание из чувств на что-то другое. Позвольте чувствам быть и отпустите их. Вы рекомендуете отвлечь внимание от негативного чувства. Как это отличается от вытеснения чувства? Вытеснение – это бессознательный процесс, посредством которого неприемлемые чувства выводятся из-за сознания и не рассматриваются. Переключая на них внимание, вы делаете выбор не отрицать негативные эмоции. Вы уже признали и приняли чувства внутри себя как частицу своего человеческого бытия. Но вы решили отпустить его, потому что хотите что-то более высокое, такое как спокойствие, гармония и достижение целей. Люди иногда будут переключать свое внимание посредством таких действий, как небольшая перестановка мебели, открытие и закрытие оконных штор, недолгое посещение ванной или короткий перерыв на кофе. Эти действия позволяют мгновенно перейти от отрицательного к положительному. Я замечаю, что есть определенные чувства, которые часто повторяются, хотя я использую метод с регулярностью. Частые повторения отрицательных чувств указывают на необходимость периода размышления о повторяющемся поведении. Например, способ проработки негативных эмоций может заключаться в рассмотрении родительских или семейных вариантов поведения, а также культурных норм. Существует множество различий между культурами в вопросе о том, как обращаться с чувствами. Итак, посмотрите на основные бессознательные шаблоны, по которым происходит ваше эмоциональное реагирование, и отпустите эти шаблоны. Что если отрицательные чувства по отношению к кому-то или ситуации сохраняются, несмотря на мои намерения и усилия, чтобы отпустить его? Иногда человек более или менее вынужден подчиниться ситуации и допустить, что она является кармической. Посредством духовного исследования выяснится, что она действительно кармическая. Предположим, вы расплачиваетесь кармой за то, что обидели много людей. Теперь у вас есть шанс увидеть, что значит чувствовать себя обиженным людьми. Иногда единственное, что остается сделать, это сдаться кармическим условиям. Вам не нужно верить в карму как религиозную доктрину, чтобы сделать этот шаг. Это простое принятие основного закона человеческих взаимодействий, что посеешь, то и пожнешь. И большинство из нас не всегда были святыми. Я учитель, и иногда некоторые студенты меня раздражают. Как их учитель, я хочу преодолеть раздражение, чтобы я мог быть им полезен. Что вы порекомендуете? Во-первых, признайте тот факт, что вы раздражены, и что все в порядке с тем, чтобы быть раздраженным. Это цена человеческого сознания. Пусть раздражение придет полностью, никак не называйте его и не делайте его личным. Вы увидите, что это просто энергия отрицательности. Это наблюдение обезличивает ее. Потом спросите себя, готовы ли вы отпустить эту энергию. Часто энергия рассеивается. У меня хороший брак, но бывают моменты раздражения, разочарования и несогласия. Как мне быть с чувством разочарования и раздражения на моего супруга? Мы уже говорили, что раздражаться это нормально. Это часть бытия человеком. Ознакомьтесь с предпочтениями другого человека и стилем их выражения. Часто существуют разные установки предпочтений. Очень распространенными являются предпочтения по температуре помещения, настройкам громкости и тому, как тратить деньги. Ключ состоит в том, чтобы отпустить привычку судить о предпочтениях другого человека или чувство гордости по поводу ваших собственных предпочтений как правильных. Каждый признает человеческую природу другого и что, конечно, иногда предпочтения могут отличаться. Такие, казалось бы, незначительные различия часто приводят к разрыву отношений, потому что люди обвиняют другого человека или хотят изменить его поведение. Как вместо этого они могут жить мирно? Вы просто соглашаетесь с тем, что все отношения имеют свои взлеты и падения. Вы должны относиться с чувством юмора к человеческому состоянию и его кажущимся противоречием и парадоксом. Вы хотите, чтобы другой человек был счастливым и довольным, и вы знаете, что вы счастливы и довольны, когда он счастлив и доволен. Существует взаимное согласие на спокойный образ жизни. Отпустите осуждения, обвинения и контроль над другими. Отпустите ожидание, что он будет отличаться от самого себя. У всех нас есть свои недостатки. Может быть весело составить список ваших собственных недостатков. Можно принять решение не сосредотачиваться на негативности в окружающей среде или отношениях. Люди могут переносить напряженность и различия разные периоды времени, и в разном возрасте вы можете быть терпимы более или менее ко всему. Как насчет негативных эмоций, которые возникают у родителей при общении с детьми? Толерантность к поведению детей варьируется в зависимости от культурного контекста, пола, возраста, нравственных взглядов и других факторов. В детском саду вы миритесь с вещами, которые не потерпите в третьем классе. Родителям часто приходится отпускать свои ожидания по поводу своих детей. Каково это для опытного музыканта иметь ребенка, не имеющего склонности к музыке? Ожидание это тонкое давление на другого человека, который будет бессознательно этому сопротивляться. В воспитании вы хотите отказаться от ожиданий и личных предпочтений. Если вы эксперт в бильярде, можете ли вы разочаровываться в том, что ваш ребенок паршиво играет в пул? Еще одна распространенная проблема – чрезмерная опека. Иногда родитель смущает любимого взрослого ребенка, избавляя его от любых трудностей. В определенном возрасте любовь иногда означает жесткую любовь, позволяющую ребенку найти свой собственный выход из беспорядка, который он создал, чтобы у него была возможность открыть собственные внутренние ресурсы. Если я отпущу много вины, может ли это привести к распущенности? Напротив, распущенность основана на низкой самооценке, эксплуатации и отсутствии любви. отпускание негативности и эгоизма, забота о других, повышенное удовольствие от их компании и повышенная самооценка меняют перспективу отношений. Способность к любви быстро возрастает. Большая часть распущенности – это попытка преодоления бессознательных страхов и стремления к уверенности. все это можно отпустить, чтобы на их место пришли более зрелые отношения. Я собираюсь проходить сексуальную терапию, основанную на поведенческой переподготовке. Будет ли это совместимо? Нет никакой несовместимости. Поведенческая переподготовка – это попытка заменить отрицательные программы положительными. По сути, она заменяет «я не могу» на «я могу». Именно этим занимается и техника отпускания. Сможет ли техника отпускания вылечить импотенцию или фрегитность? Это не лекарство ни отчего. Это метод самоисследования, который быстро открывает понимание внутренних чувств, мыслей и убеждений. И фрегитность и импотенция – это утверждение о поведенческом уровне «я не могу», которое в бессознательном означает «я не буду». Они оба сопротивляются радости, любви, самовыражению и жизненности. Наиболее распространенными причинами являются подавленная вина, страх и гнев, эмоции, которые выходят из вегетативной нервной системы. Импотенция и фрегитность – это проявление конфликта. Большинство людей, которые используют технику отпускания, сообщают об общих улучшениях в своей сексуальной жизни. И многие из них сообщили о выздоровлении от сексуальных запретов. Аналогичным образом, многие также сообщили об облегчении чрезмерного сексуального увлечения и чрезмерной озабоченности. Как механизм отпускания влияет на процесс старения? Он способствует элегантному старению. Увеличение возраста приводит к большим изменениям в вашем образе жизни. Часто наблюдается снижение зрения, слуха и мобильности. А это означает, что вы все больше зависите от помощи вам других в том, что ранее вы делали не задумываясь. Старость может быть раздражающей. Внезапно вы становитесь некомпетентна в тех областях, где вы когда-то преуспевали. Однако, когда вы отпускаете раздражение, вы видите, что недееспособность пожилого возраста имеет цель. Она готовит к тому, чтобы покинуть мир. Если вы по-прежнему участвуете в какой-то области жизни как звезда, вы будете возмущаться, покидая мир. Вы не будете очень элегантны в этом. По мере того, как вы отпускаете, это дает вам время, чтобы приспособиться, привыкнуть к тому факту, что вы уйдете, и проделать ту духовную работу, которую вы хотите завершить к тому моменту, когда вы уйдете когда вы придаетесь процессу старения как просто части человеческой природы, вы примиряетесь с ним. Вы становитесь более любящими и благодарными за любовь других людей и заботу о вас. Чем больше вы будете любить, тем больше будете видеть, что каждый пытается помочь вам. И эта любовь позволяет им быть полезным для вас. Люди думают «О, я эгоистичен, если я позволяю кому-то быть полезным для моей жизни». На самом деле это щедрость. Щедрость это желание поделиться своей жизнью с другими. Это дар позволить людям любить вас. «Как отпускание может быть постоянным?» Секрет использования этого механизма чаще и более последовательно – это прежде всего желание сделать это. Это шаг номер один. Вы должны хотеть быть свободным от чувства больше, чем хотите его сохранить. Иногда это просто вопрос запоминания, и вы можете использовать какую-то подсказку, чтобы напомнить себе об этом. Другой способ следовать режиму. Очень хорошо начать день, отпустив свои мысли и чувства по поводу ваших ожиданий. Представить себе, чего вы сегодня хотите, и отпустить все негативные мысли, которые мешали бы этому дню пройти именно так. Затем в конце дня сядьте и отпустите все, что появилось в течение дня, что вы упустили или на что не успели обратить внимание. Это называется очистка, и большинство людей обнаруживают, что после нее они спят лучше. Следующий способ завести ежедневник, в котором вы записываете свои успехи. Вы могли бы поставить себе целью постоянное отпускание и следовать ей, записывая, каковы были результаты. И еще один вариант – отпустить ваше сопротивление отпусканию и перед началом дня подтвердить свое намерение отпустить сегодня весь негатив. Вы также подтверждаете, что вы свободно не отпускать. В конце концов, это вопрос выбора. Отпустите любое чувство принуждения. Не существует необходимости. Как вы думаете, что является наиболее частым поводом для нашего сопротивления отпусканию? Мы думаем, что так или иначе, если мы будем придерживаться своего чувства, мы получим то, что хотим. Если мы застряли в чувстве, полезно взглянуть на вопрос о том, чего, по нашему мнению, мы достигли, уцепившись за него. Мы почти всегда находим, что у нас есть фантазия о том, что это окажет некоторое влияние на кого-то и изменит их поведение или отношение к нам. Если мы отпустим это, мы будем готовы отпустить чувства. Если я все время отпускаю, разве я не стану пассивным? Напротив, отпускание очистит путь для эффективных действий. Пассивность часто происходит из-за торможения и неспособности увидеть альтернативные способы справиться с ситуацией. Например, человек скажет «На конференции он меня разозлил, я просто сел и ничего не сказал». Теперь становится довольно очевидно в чем проблема. То, что он ничего не сказал, было вызвано гневом, и человек показывает, что единственный эмоциональный отклик, на который он был способен, это гнев. Поскольку это было бы неуместно в деловой ситуации, он ничего не сказал. Если бы гнев был отпущен, человек мог бы быть уверенно напористым и высказать свое мнение, вместо того, чтобы замкнуться в себе. В терапии я научился выражать гнев, и я думаю, что это очень полезная вещь. Должен ли я отказаться от этого? Если вы посмотрите на гнев, вы увидите, что его основой почти всегда является страх. Мы разозлились, потому что нам угрожали. Угроза вызывает страх. Страх означает, что мы чувствуем, что ситуация для нас серьезная. Гнев подобен биологической реакции увеличения размера тела, чтобы запугать нашего противника. Гнев исходит от слабости, а не от силы. Таким образом, человек, который отпустил, полагается на силу, а не на слабость. Человек, который отпустил, не вынужден прибегать к нему, чтобы справиться с ситуацией. Кроме того, на гнев нельзя рассчитывать. Также он имеет множество разрушительных эффектов. Например, это он управляет вами, а не вы им. Человек, который отпустил гнев, может свободно выражать его, если он того пожелает. Но это будет сделано по своему выбору, а не по необходимости. Гнев, особенно хронический гнев, оказывает пагубное воздействие на органы тела, а исследования в области психосоматической медицины показали, что подавленный гнев связан с гипертонией, артритом и множеством других заболеваний. Вы упомянули, что принятие и отпускание это естественные психологические механизмы ума. Если это так, почему мы должны учиться этому? Хотя верно, что принятие и отпускание это естественные механизмы разума, нужно помнить, что ум имеет множество противоречивых мотивов, в то время как одна часть вашего разума хотел бы быть свободной от напряжения чувств. Другая часть вашего разума запрограммирована на то, чтобы верить, что удерживание чувства каким-то волшебным образом приведет к какому-то желаемому конечному результату. До тех пор, пока человек не осознает, не поймет и не овладеет техникой, конфликты разума будут преобладать и доминировать. По сути, техника отпускания дает вам силу выбора тенденции ума. Вместо того, чтобы находиться под контролем ума, теперь вы сами управляете им. Это открывает свободу и способность выбирать. Мне сложно с принятием, что порекомендуете? Направьте свое внимание на то, что действительно важно с практической точки зрения. Иногда идет дождь, иногда солнечно, несколько дней облачно. Вы не можете отменить дождь, но можете надеть плащ. Вы можете быть реалистичными и предпринять необходимые шаги, чтобы остаться сухим. Есть много аспектов жизни, которые вы не можете изменить, но вы можете отпустить свое ожидание или потребность в том, чтобы они отличались от того, какими они являются. Понаблюдав, например, вы заметите, что в мире всегда где-то идет война. Чтобы быть спокойным, необходимо признать, что ведение войны является частью человеческой натуры. И это происходило на протяжении всей известной истории. Человечество находилось в состоянии войны 97% времени. Я понимаю, что страх и неуверенность управляли мной всю мою жизнь, но похоже, эти стимулы объясняют мой финансовый успех. Если я буду применять технику отпускания, не скажется ли это отрицательно на моем доходе. Когда более низкая мотивация отпущена, ум автоматически заменяет ее более высоким чувством и более высокой мотивацией. Что плохого в том, чтобы получать удовольствие, зарабатывая на жизнь, вместо того, чтобы быть подстегиваемым страхом? Можно продолжать заниматься той же деятельностью, но теперь с чувством удовольствия, и она начнет приносить больше вознаграждений, чем только финансы. Если у людей не будет чувства вины, они не будут плохо себя вести? Как и в предыдущем ответе, любящая забота о других заменяет торможение из-за вины. Чем более любящими мы становимся, тем более безвредными мы становимся для людей и общества в целом. Когда вы из любви заботитесь о благополучии других, о вашем благополучии тоже будут заботиться и защищать его. У меня плохая память. Как вы думаете, я мог бы изучить эту технику? При обучении этому методу нечего запоминать. Это просто способ отпустить. До сих пор мы не слышали о ком-то, кто не смог его изучить. Иногда я думаю, что отпускаю, а иногда я в этом не уверен. Я путаюсь. В чем моя проблема? Обратите внимание на сопротивление самому процессу отпускания. Есть ли какие-либо негативные мысли, сомнения или чувства относительно вашей способности выполнять эту технику? Дайте всем этим сопротивлением проявиться. Примите их и отпустите. Проясните свое намерение стать более счастливым, более любящим и спокойным человеком. Принятие окончательной реальности. Вы упоминали об отпускании на большой глубине как методе, с помощью которого мы переживаем на опыте окончательную реальность. Можете ли вы описать, что происходит? Мы можем назвать это финальным прогоном. Когда вы применяете технику отпускания во всех сферах жизни, без исключения, энергии духовной работы становятся все сильнее и сильнее. Внимание фиксируется, неустанно пребывая в процессе отпускания, независимо от того, что происходит. Некоторые люди говорят «Я занимаюсь духовными практиками 30 лет, и я все еще там же, где был». Они немного помедитировали там, немного помолились здесь, съездили на мастер-класс, послушали вектора, почитали книгу, и все это происходило время от времени. Это нормально. Вы заняты в мире и собираете информацию, которую собираетесь использовать позднее. Но наступает время, когда это означает делать любую практику, которую вы делаете, постоянно, без исключения. Преданность истине становится всеохватывающей. Не вы управляете этим. Вас движет ваша собственная судьба. По вашему собственному кармическому обязательству вы выбрали окончательную судьбу. В этот момент, допустим, вы используете технику отпускания. Это означает принимать и отпускать все в тот момент, когда что-то возникает. Это происходит в одну десятитысячную долю секунды. Оно приближается, оно достигает максимума, а затем оно уходит. И так каждое чувство, каждую мысль, каждое желание, вы отпускаете на их пике. Этот процесс становится непрерывным, безостановочным. Как упоминалось ранее, я помню, что отпускал тяжелую привязанность в течение одиннадцати дней, сидя и ничего не делая, только отпуская эту привязанность. Каждую мысль, каждое чувство, каждое воспоминание, все, что этого касалось, когда они возникали, они отпускались. Горе, которое мы чувствуем, когда теряем члены нашей семьи, это не просто чувство потери этого человека здесь и сейчас. Это аккумулированная энергия всех смертей во все времена. Это конкретное отпускание продолжалось безостановочно в течение одиннадцати дней, с утра и до ночи. Наконец, оно прекратилось, ушло навсегда. Это чувство навсегда потеряло свое влияние. Итак, серьезная духовная работа – это непрерывная готовность позволять вещам быть отпущенными по мере их возникновения. Это готовность отпустить желание контролировать все, что происходит. Готовность отпустить желание изменить это и желание иметь это на своем пути. Очень часто появляются иллюзии о природе реальности, которые также должны быть отпущены. Что есть хорошее и плохое, желательное и нежелательное, это все только в уме. В реальности светит солнце, а затем появляются облака, идет дождь, и трава растет и вянет. Фондовый рынок идет вверх и вниз. Эпоха приходит и уходит. Люди возникают и исчезают. И таким образом есть приливы и отливы. Если вы находитесь в этой точке цикла, бесполезно плакать об этом, потому что цикл зациклится. Отпускайте все, что происходит в текущем цикле, и оно в конечном итоге исчезнет. Вы помогаете ему исчезнуть, выбирая единство с ним и отказываясь хотеть изменить его. Делайте это непрерывно, независимо ни от чего, безостановочно. Это означает, что здесь вы не можете сделать исключение там или исключение здесь. Постоянно и со всеми и со всем. Одна или две вещи, которые вы скрываете, вероятно указывают на целый склад таких вещей. Вот почему вы цепляетесь за них. Вы ненавидите не только этого раздражающего человека. Они представляют собой целый склад этой энергии для вас. Вы просто не можете не обращать внимания на свою свекровь. В конце концов, все, что стоит на пути присутствия, отпущено. Присутствие настолько очевидно, настолько поразительно, настолько всеобъемлюще, что в нем нет никаких сомнений. Оно глубокое, полное, всеобъемлюще, абсолютно захватывающе, полностью преобразующе и совершенно безошибочное. Когда все, что стоит на пути, отпускается, ярко сияя, возникает оно. Вместо того, чтобы рассматривать его как нечто, что ждет в будущем, владеть им и сейчас. Просветление это не то, что происходит в будущем, после 50 лет сидения скрестив ноги и повторения ум. Оно именно здесь, в этот момент. Причина, по которой вы не испытываете этого состояния полного покоя безвремени, состоит в том, что вы сопротивляетесь ему. Ему противостоит то, что вы пытаетесь контролировать этот момент. Если вы отпустите попытки контролировать свое переживание настоящего момента, если вы постоянно принимаете его как звучание музыки, то вы живете на гребне этой абсолютной неизменности. Опыт возникает как нота музыки. В ту минуту, когда вы слышите ноту, она уже исчезает. Как только вы ее услышали, он растворяется. Так растворяется каждый момент, по мере его возникновения. Отпустите предвкушение следующего момента, попытки контролировать его, попытки удержать тот момент, который уже прошел. Отпустите желание зацепиться за то, что только что произошло. Отпустите попытку контролировать то, что по вашему мнению произойдет. И живите в бесконечном пространстве вне времени и вне событий. Существует бесконечный мир за пределами возможности описания. И это ваш дом. Карта сознания. Уровень стыда. 20. Восприятие Бога презирающий. Восприятие жизни жалко. Эмоция унижения. Процесс уничтожения. Уровень чувства вины. 30. Восприятие Бога карающий. Восприятие жизни злая. Эмоция обвинения. Процесс разрушения. Уровень апатия. 50. Восприятие Бога осуждающий. Восприятие жизни безнадежно. Эмоция отчаяния. Процесс отречения. Уровень горя. 75. Восприятие Бога высокомерный. Восприятие жизни трагическое. Эмоция сожаления. Процесс уныния. Уровень страх. 100. Восприятие Бога наказывающий. Восприятие жизни пугающее. эмоция волнения. Процесс убегания. Уровень страсть. 125. Восприятие Бога отрекающийся. Восприятие жизни неутешительное. Эмоция стремления. Процесс зависимость. Уровень гнев. 150. Восприятие Бога мстительный. Восприятие жизни враждебное. Эмоция ненависть. Процесс агрессии. Уровень гордыни. 175. Восприятие Бога безразличный. Восприятие жизни требующее. Эмоция пренебрежения. Процесс чеванства. Уровень смелости. 200. Восприятие Бога позволяющий. Восприятие жизни подходящее. Эмоция утверждения. Процесс полномочия. Уровень нейтралитет. 250. Восприятие Бога отдающий возможности. Восприятие жизни удовлетворительное. Эмоция доверия. Процесс освобождения. Уровень готовность. Восприятие Бога вдохновляющий. Восприятие жизни обнадеживающее. Эмоция оптимизм. Процесс намерения. Уровень принятия. 350. Восприятие Бога милостивый. Восприятие жизни гармоничное. Эмоция прощения. Процесс превосходства. Уровень разума. 400. Восприятие Бога мудрый. Восприятие жизни многозначное. Эмоция понимания. процесс обобщения. Процесс обобщения. целостное. Эмоция покоя. Процесс метаморфоза. Уровень гармония. 600. Восприятие Бога все сущее. Восприятие жизни совершенное. Эмоция счастья. Процесс вдохновения. Уровень просветления. Восприятие Бога высшее я. Восприятие жизни она просто существует. Эмоция невозможно выразить словами. Процесс чистой сознания. Но на этом еще не конец. Вернее все только начинается. Большая просьба именно к тебе лично. Не забудь подписаться на этот канал обучения, общения и саморазвития, чтобы каждый день становиться все успешнее, осознаннее, добрее и мудрее, развиваясь вместе с нами и нашими экспертами. А главное общаясь с огромным сообществом развивающихся в разных направлениях людей, среди которых легко сможешь найти себе по-настоящему правильных друзей со схожими интересами, которые будут тебя мотивировать к новым достижениям. Не бойся дружить, советовать и помогать другим в комментариях. И, конечно, чтобы получать оповещения о последних и самых полезных видео, рядом с подпиской необходимо нажать и на колокольчик. Также не забудь поставить лайк, если тебе понравилось видео, напиши свое мнение или вопрос по теме, а другие зрители и наши эксперты постараются отвечать максимально быстро и развернуто, ведь мы читаем все комментарии. Поддержи нас и развивайся вместе с нами. Ну и, конечно, если ты больше любишь читать, то заходи на наш официальный сайт «Портал обучения и саморазвития», где можно найти тот же материал и в печатном виде. Ссылка на эту статью на сайте будет в описании. А если у тебя есть возможность поддержать развитие проекта материально, то найдешь там же и ссылочку на пожертвования и помощь каналу. И главное, не забудь поделиться этим видео с друзьями. Давай делать больше хороших дел, распространять знания и помогать друг другу. Доброты и мудрости, к сожалению, так не хватает этому миру. А на этом будем прощаться. Рекомендую посмотреть и другие видео, в том числе на непривычные для тебя темы. Важных направлений саморазвития на самом деле очень много, поэтому мы подготовили большой набор лучших материалов, чтобы каждый мог найти нужное, а также имел возможность развиваться в разных темах, а не только зацикливаться одной, сужая тем самым свое видение, мышление и мировоззрение. Естественно, желаю тебе в любом случае мудрости, любви, успеха и всех остальных благ. Хорошего и продуктивного тебе сегодняшнего дня. А сейчас отправляйся заниматься полезными и добрыми делами в реальной жизни. Или, чтобы стать еще мудрее, переходи к просмотру следующего видео на автовоспроизведении или из тех, которые ты сейчас увидишь перед собой на экране. Всем добра! Субтитры создавал DimaTorzok